Ну и вот мама и дочка, поющая мама и дочка, Инна Стурза и Диана Стурза. Инна, для вас вообще пение это профессия или такое большое увлечение в жизни? Пение для меня не увлечение, это, не знаю как вам сказать, и профессия, и это жизнь моя. Но вы заканчивали именно по музыке. И папа, и я, и муж мой, и я. Ну Диану вы учили? Нет, мы не учили, она сама поет дома, сама танцует, ну просто начала танцевать с двух лет. В Кадрянке первый раз она учила. Там серьезная школа, это серьезная, да. И танцевали там два года, а потом уже не было партнера. Это вечная проблема? Да, вечная проблема у каждой девочки. Начала танцевать молдавские танцы. Ну, естественно, и пела. Когда начала Диана заниматься в дореме шоу, там Марчелла Гылка, руководительница, она, когда увидела Диану и когда увидела меня, она сказала, Инна, я не возьму Диану. Но я спросила, почему? Потому что вы поете, муж поет и... Будет неудобно, что вы как бы, когда уже наученный ребенок, его труднее учить. Да, два года она там ходила, и там мои танцы. И начали ходить по конкурсам Евровидения, детское Евровидение, два года. Да, мы идем вместе с папой, всегда мы с ней рядом. И стараемся быть, когда ребенок, она почти всегда будет для нас ребенок. Ну, Дианочка, вот интересно тогда, тебе вообще сколько лет? Мне 13 лет, да. Я учусь в Николай-Йорге, лицея, с музыкальным профилем. Вот мама говорит, что ты с двух лет танцуешь. А ты как себя помнишь, когда у тебя началось вот это вот желание танцевать, петь? Когда мама пела в доме, я взяла микрофон у нее и начала петь. Слава, ты тоже самое, да? Да, белые розы, белые розы. И я даже слова не знала, но пела. Все-таки пела, да? Ну, хорошо. И потом, ты просила маму научить? Нет, я не просила. Ну, а что, сама учила? Сама учила у нее. И что, слышала, наверное, где-то, да? Да. Хорошо. И вот тебя отдали в танцевальный коллектив. Что у тебя осталось, какие воспоминания? Что ты получила там для себя? Ну, в первую очередь я научилась танцевать. Это было для меня как увлечение. Танцы для меня увлечение. Но музыка и пение, это для меня как профессия, можно так и сказать. То есть ты так серьезно к этому относишься? Очень серьезно. Ну, хорошо. А какая твоя была вот первая, твоя песня? Ну, первая песня была про школу. И как оценили твои коллеги, учителя? Зауважали тебя? Конечно. Песню написали Радмила Пупович и Мариан Стырча. Да. И потом уже вторая песня. Она называется «Санидистрэм». И уже третья песня моя, «Суареле», которую я спою вам. Мне нравится, что у тебя такая подборка тем, очень позитивная, да? Тебе нравится, видите, о таком хорошем? Конечно. И мои песни все веселые. Расскажи немножко, о чем все-таки твоя песня и что ты желаешь всем? Ну, моя песня про солнце, про море. И я желаю, чтобы в это лето все отдыхали от души. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok